Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапарегион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новую дорогу к городу по улице Объездной застилают асфальтом. Профилактика наркомании в городе и на селе. В Цибанобалке прошло заседание антинаркотической комиссии. Первый отчет лета. В детских здравницах Анапы подвели черту под первой сменой. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Объездная дорога от улицы Парковая через кладбище с выходом на Анапское шоссе будет готова уже совсем скоро. Сейчас там уже началось асфальтирование расширенного дорожного полотна. Асфальтировать начали после ремонта и отсыпки дороги. Переоценить важность этого участка дорожной артерии невозможно. Чуть позже, когда от кладбища до Анапского шоссе аналогично сделают нормальную дорогу, город станет ближе для жителей станицы Анапской и других населенных пунктов на северо-востоке от города-курорта. Анапчане проводят новую социальную акцию «70 добрых дел» в преддверии праздника юбилея освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Старт благотворительного движения отмечен 13 июля. Именно с этой даты остается ровно 70 дней до праздника освобождения Анапы. В Крывеческом музее совершили первое доброе дело. Провели экскурсию для детей по обновленным залам музея города воинской славы. Более подробно об акции расскажет наш корреспондент Светлана Авилова. Великая Отечественная война не обошла стороной и Анапу. В сентябре 1943-го на этой земле смертью храбрых пало много советских солдат. 21 сентября жители курорта отметят 70-летие со дня освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. Общественность города в честь знаменательной даты дала старт акции «70 добрых дел для любимого города», в которой может принять участие каждый его житель. Дела могут быть разные, масштабные, а может быть это просто помощь какому-то человеку. Это тоже доброе дело. 1943 год в истории России особый, отмечает председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолий Гапонов. 2 февраля мы отметили 70 лет Сталинградской битвы. С 30 апреля на 1 мая мы отметили 70 лет легендарному подвигу Дмитрия Калинина, морского офицера, высадившегося со своим десантом в Варварской щели. 21 сентября освободили Анапу, 70 лет, который будем отмечать и который сегодня мы начинаем 70 добрых дел. И 9 октября Кубань полностью была освобождена от фашизма. Первое доброе дело для города сделал Краеведческий музей. Открылся новый зал воинской славы, в котором отражены все этапы освобождения Анапы. Он совершенно обновленный. Ничего, вот ни одного гвоздика, ни одной стеночки не осталось от того зала. Наш местный анапчанин, который делал нам выставку на Горгипе и сейчас экспозицию, все это делал Николай Федорович Бурнистров, плюс все наши научные сотрудники. Венчает выставку изображение турецкой крепости. Именно она стала важнейшим стратегическим, политическим и опорным пунктом, который превратился в настоящий камень преткновения двух держав борьбы России с Османской империей. Пять раз в течение 45 лет русские войска отправлялись на штурм крепости. Более 12 тысяч воинов полегло под ее стенами. И только на шестой раз крепость покорилась русским. Представлены фотографии знаменитых полководцев, которые принимали участие в штурме, а также тех, кто первым на границе нашей Родины, Великую Отечественную, встретил врага. Ученик первой школы Витя Лаврентьев уже определил, какие полезные дела взрослые должны сделать в городе. Чтобы было очень много площадок, где играть. Чтобы было очень много зеленых деревьев. И чтобы было очень много цветов разных и красивых. К доброте можно прийти, только став на путь бескорыстия. И если эта дорога уже найдена, добрые дела каждого непременно войдут в истории города-курорта. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. В век высоких технологий электронами становятся даже очереди. Записать ребенка в детский садик можно, не выходя из дома. Удобно просто и без очередей. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко проверила, как работает электронная система. Подробности у Натальи Пухальской. Проверка системы на вымышленном Иване Иванове. База данных запрашивает фамилию, имя и отчество. Дату рождения, номер свидетельства о рождении и детский садик по выбору. Или 2-3. Несколько секунд и ребенок получает еще один документ. Регистрационный номер. Своего рода путевку в детский садик. Наш Ваня Иванов получил номер 1537. Столько малышей зарегистрировали родители в этом году. Нам принципиально важно, чтобы каждый родитель понимал, как работает электронная очередь. И наши специалисты вам это уже показали. И важно то, что уже в течение двух недель родители смогут записаться на очередь в детский сад, то есть встать на учет, не выходя из дома, используя услуги интернета. По номеру на сайте управления образования можно следить за продвижением очереди. Некоторые задают вопрос, а как нам увидеть всю очередь и почему она не идет, ну скажем так, чуть ли не в алфавитном порядке. Дело в том, что при формировании очереди используются персональные данные ребенка и его родители. И поскольку эта информация является конфиденциальной, конечно, мы не можем ее представить на всеобщее обозрение. Очередь меняется. Часто родители допускают ошибки в данных. Или уже зарегистрированных деток увозят в другие города. Когда стали работать в ручном режиме, проверять, то выяснилось очень много задвоений. К примеру, ребенка записали в одном детском саду. Наталья. В другом Наталья. С одной и той же фамилией, с той же датой рождения. Но это получается два разных ребенка. А если он стал на очереди в нескольких детских садах и где-то по-разному было написано его имя, это получается пять дополнительных детей. Либо фамилия, где-то две Н, где-то есть мягкий знак, где-то окончание Е, где-то окончание Я. Вот это все у одного ребенка может вызвать задвоение. И один и тот же ребенок, у нас практически программа просчитывала его пять, а то и шесть раз. Власти города, в свою очередь, тоже способствуют сокращению очереди в детские садики. Ремонтируют здания и корпусы. Они пристраивают помещения для групп. Создают группы временного пребывания и строят новые помещения. Совсем скоро в Анапе построят новый детский сад на 100 мест. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. И к другим темам. В Приморском сельском округе состоялось выездное заседание антинаркотической комиссии заместителя мэра Анапы Людмилы Гузенко. Специалисты общеобразовательных учреждений и Дома культуры села Цибанабалка рассказали, какими методами они вовлекают подростков в активную деятельность, в творчество, спорт и туризм, чтобы времени на вредные привычки и асоциальное поведение просто не оставалось. Подробности встречи в материале нашего корреспондента. Борьба с погубным зельем – не абстрактное понятие. Успех дела зависит от конкретных решений и действий. Какую работу в этом направлении проводит Совет общественности Приморского сельского округа, рассказала заместитель председателя Жанна Туманова. В ходе проведения акции «Сообщики торгуют смертью» и «Операции МАК» были выявлены домовладения, хозяева которых выращивали коноплю. Общественники постоянно ведут разъяснительную работу с населением, раздают листовки с телефонами доверия. Совместно с руководителями ТУС, работниками полиции, было выявлено и привлечено к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача 5 человек. Организовываются рейдовые мероприятия по выявлению мест нахождения граждан, ведущих антиобщественный образ жизни. За период работы Совета общественности с 2011 года 56 дел. Заместитель директора 16-й общеобразовательной школы ЦБНОБАЛКИ Ольга Балушкина поделилась с участниками совещания опытом работы по профилактике наркомании среди подростков. Педагоги стараются привить ребятам ценности здорового образа жизни, сформировать у них точку зрения, позволяющую сказать «нет» в ответ на предложение попробовать наркотик. Налажена работа с инспектором УПДН. В рейды выходит даже родительский патруль. С трудными подростками работают психологи. Кружки созданы так, что каждый ученик может найти себе занятие по интересу. Воспитательные беседы взрослых с детьми, привлечение школьников к занятиям физкультуры и спорта, к творчеству. Только качественная работа в этом направлении поможет снизить преступность в молодежной среде, отметила заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко. Вот это как раз и есть мера профилактики. Когда они заняты делом, они знают, им сегодня надо репетировать, завтра примерка костюмов, завтра на репетицию в город, послезавтра им выступать, они заняты. О преступлениях, связанных с распространением и употреблением наркотических средств, должил начальник Анапского отдела Федеральной службы за оборотом наркотиков Адам Ханахок. В первом полугодии было возбуждено 32 уголовных дела, 22 из которых связаны со сбытом наркотических средств в особо крупном размере. Изъятое количество составило более 30 килограммов. «Наркомания – это общая беда, и наша главная задача – контроль и профилактика», подытожила заместитель главы курорта Людмила Гузенко. Светлана Авилова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Первая смена закрыта, да здравствует вторая смена и седьмой сезон военно-патриотической смены юных кадетов, юнкеров и суворовцев. В детском санатории ВИТО прошла торжественная церемония закрытия первой смены. На грустном празднике прощания с летом побывала наша съемочная группа. Северная мафия, смурфики, коты, аристократы – название 23 городов Большой Республики Виталий. Представители четырех губерний первой военно-патриотической смены в седьмом сезоне покорили красотой, изяществом и талантом. Северная губерния, центральная, южная и солнечная приветствуют своих губернаторов. После парада официальная часть делегаций со всей России приветствует самый главный витальянец – президент Республики Детство. Уезжая отсюда, вы забираете с собой, самое главное, вы забираете с собой дружбу. А помимо этого, конечно же, теплое море, которое частичку уедет сегодня с вами, и погода. Но каждый из вас, знаете, приехав сюда, становится витальянцем, и мы вас будем ждать из года в год. Удачи! Почетные гости торжественной церемонии закрытия военно-патриотической смены – депутаты парламента Республики Беларусь, Государственной Думы России и Союзного государства Беларуси и России. Сегодня в жизни Союзного государства особое событие. Завершается первый этап уже седьмой военно-патриотической смены кадетов и суворовцев Беларуси и России. Мы, депутаты парламентского собрания Союза Беларуси и России, своей работе особое внимание уделяем учащимся кадетских суворовских училищ. Мы видим вас, наших преемников. Недаром смена проходит под девизом «Молодая смена защитников Отечества». Вымышленная страна Виталия, как в облачении лучших идей Союза России и Беларуси в реальной жизни. Политику в сторону, за что голосуют дети. Мне здесь все нравится, особенно общий сбор, потому что после общего сбора у нас всякие участия в разных конкурсах. Данная смена проходила очень необычно. Было очень много мероприятий, связанных не только с играми, но и с различными выступлениями. Каждый мог показать свои способности. И вожатые, и обстановка. Море, песок. Как развлекает нас тут. Все нравится. Это отличный лагерь. Разные игры проводят. Вертушка. Ну, вожатые сами придумывают. Это интересно, серьезно. Я бы еще раз сюда приехал, но я не могу. Я выпускной курс. Подарок от вожатых на прощание с летом – зажигательный танец. И через час неофициальная часть прощания. В последний раз интерактивная рубрика «Потеряшки» вышла в эфир в формате «Сушилка». За потерянные вещи, кепки, куртки и главный атрибут лета в Вите – фирменную футболку – ребята, по сложившейся традиции, танцевали. Чтобы скрасить грусть от прощания с друзьями, с летом и с волшебной страной Виталией. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров – салона магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду, 17 июля, в Анапе будет по-летнему жарко. Температура воздуха в дневные часы плюс 26-28, ночью до 24 градусов по Цельсию. Ветер северо-западный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 25 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань чемпионом. Станьким. Продолжение следует...